Да, у нас сегодня заключительный доклад по главе о необходимости Пикока, и он рассматривает последние возможные возражения, перспективы, ну и в общем разбирает какие-то другие концепции необходимости, которые, значит, существуют, но про которые он до этого по некоторым причинам не говорил. А одни из таких концепций это агентно-зависимые концепции необходимости, ну или то, что можно назвать, грубо говоря, экспрессивизмом, по аналогии, например, с этикой, что концепция необходимости, она определенным существенным образом зависит от агента. Пикок говорит мыслителя, и я, наверное, в дальнейшем тоже буду использовать это слово, я так понимаю, он протаскивает его еще из предыдущих своих работ. Ну, в общем, вот, его называется «финка». Это довольно, ну, как бы, тезис такого рода концепции, он довольно простой. Вообще у нас какое-то утверждение, оно зависит от мыслителя, если примеры, ну, такого рода утверждения, они истины в силу каких-то фактов о мыслителях. А концепция зависит от мыслителя, если, ну, какая-либо истина, которая с ней связана, она связана с ней только в силу фактов о мыслителях. Это, конечно, грубовато, но в целом пойдет для описания того, что он хочет сказать. И все эти виды фактов о мыслителях, которые упоминают люди, которые настаивают на том, что концепция необходимости, она должна быть зависима от мыслителя, агентно-зависимой, они включали в себя стратегии мыслителей в формировании суждений, там, что-то, что касается воображаемости или приверженности к каким-либо, в общем, конвенциям между мыслителями. Вообще, ну, типа, нет никаких препятствий для того, чтобы сказать, что утверждения, которые имеют независимые от мыслителя типа, были истинными для того, чтобы вообще можно было их познать. Иногда такого рода концепции, в общем, называют нонкогнитивистскими, и, в общем, это такой ярлычок, который, я понимаю, также идет из этих. Вообще, какие есть перспективы у такого рода концепций, и чем они не нравятся пик-уку? Ну, вот первая претензия, которую он выдвигает, что, в общем, в любом случае, в отличие от теории о том, что утверждение о том, что у нас какая-то там пропозиция необходима, по существу это просто выражение невообразимости его отрицания. Вот такую позицию можно задать, как такую парадигмальную позицию агентно-зависимости концепции необходимости. Вот он говорит, что, по крайней мере, одна альтернатива не имеет проблем, которые сделали бы утверждение о агентно-зависимости за мальчиком. Вообще, основанная на принципах концепции необходимости, она сама по себе от мыслителя не зависит, а пик как раз отстаивает концепцию, зависящую от принципов. Для этого достаточно показать, что вообще любой отказ от зависимости от мыслителя, от агентно-зависимости, он должен включать в себя какую-то пистемиологическую неадекватность. И он в этом отношении цитирует Криспена Райта, который описывает позицию, как увлекущую за собой вот этакое техническое выражение для такого рода концепции, на том основании, что в этой позиции нет того, что называется пистемиологической астралагантности. Вообще, ядро утверждения мослительной зависимости модальных высказываний, оно дается определением этой самой агентно-зависимости. И все атрибуты пистемиологических добродетелей каких-то дефектов, которые связаны с позициями, которые располагаются по ту или в общем иную сторону границы, которые этим определением дается, они должны быть установлены, ну как сказать, путем, наверное... путем соотнесения того, что мы включаем в эпистемические добродетели и дефекты с тем, как они в общем соотносятся с этой самой границей. Что имеется в виду по экстравагантности, честно говоря, в цитате Криспинрайта я не понял. Пока что так. Ну, вторая претензия, это что понятие воображаемости, которое появляется вот в тех отчетах, тех аргументах от... в пользу агентно-зависимой концепции необходимости, оно не может быть разнесено независимо от принципа возможности. Вот такой вот этот тезис. И в этой связи он упоминает двух теоретиков, это Эдварда Крейга и Бэкберна. Он считает, что они разработали достаточно подробные агентно-зависимые трактовки модальности, хотя и, в общем, не идентичные. Крейг, например, он считал, что считать что-то необходимым, это стратегия, которую агент принимает в отношении пропозиции, когда находит их ложь, в общем, невообразимой. И для Крейга существует такой подлинный шаг от невообразимости вложенности суждения к суждению необходимости. И стратегия, которую Крейг определяет, он сам же о ней говорит, что было бы неправильно думать, что нон-когнитивист всегда предполагает что-то большее в этой стратегии, которую мы принимаем, чем то, что это стратегия нашей веры в то, что соответствующие пропозиции обязательно верны. И возражением на такую позицию Крейга Пикок выдвигает, что вообще, чтобы задаться вопросом, принесет ли это не необходимость, а лишь просто какое-то представление об особом виде истины в нашем актуальном мире. Крейг говорит, что нет, если мы принимаем что-то за необходимую истину, то как мы можем обосновать наше априорное принятие этого в отношении актуального мира? На чем мы вообще должны основывать нашу уверенность в том, что этот мир не окажется одним из тех, из тех самых возможных миров, в котором пропозиция, про которую мы говорим, в общем, она ложная. Существует некоторая опасность того, что это связано с ошибочным аргументом, который направлен на то, чтобы установить, что все, что априорное, оно является необходимым. Пикок уже в прошлых главах приводил пример таких предложений, которые, в общем, являются априорными, но не являются необходимыми. К этому мы возвращаться не будем. Но Пикок говорит, что было бы неправильно воспринимать вот такого рода отвернутый аргумент, как существенную часть аргументации Крейга. Вообще, эту точку зрения, точку зрения Крейга, видимо, можно было рассматривать независимо от объяснения причин, которые мы можем иметь для принятия стратегии, которую он сам упоминает. Вообще, Пикок, насколько я помню, еще в предыдущих разделах говорил, что, ну, когда он говорил про различные связи между априорностью и необходимостью, в общем, он говорит, что в чем-то он даже с Крейгом может солидаризоваться. Вопрос просто в том, каким может быть содержание нашего убеждения в том, что какое-то предложение необходимо. Вообще, какое у нас есть правильное объяснение понимания понятия необходимости, которое является составной частью убеждений, которые сформированы в соответствии со стратегией, которую сам Крейг описывает. Если вот правильный ответ на это каким-то образом фиксирует истинное условие для утверждения необходимости, то возникает вопрос о том, а действительно ли бестемология, с помощью которой они обнаруживаются, а не предоставляются, она является невозможной. У Эггерна у него в каком-то смысле более сильный тезис. Он утверждает, что если мы ограничим наше внимание каким-то таким сильным видом невообразимости, он использует для этого, в общем, эту штуку лучше перевести как непостижимость, то нет никакого шага от такого рода невообразимости к приверженности тому, что эта штука, в общем, она как раз отвечает понятию необходимости. Если такого шага нет, то на теоретика такого рода концепции, его, в общем, не возлагает соответственность за разъяснение тому, каким образом этот шаг делается. Потому что, по мнению Эггерна, объяснение обладания понятием необходимости, оно просто должно нам говорить, что осуждение необходимости выражает достаточно сильный вид невообразимости того, что мы, в общем, являемся приверженцами такой концепции необходимости. Вот конкретно такой, с которым мы делаем шаг от невообразимости и необходимости. Если нет, то теоретик такого рода концепции, он не отвечает за разъяснение того, как мы этот шаг делаем от одной концепции к другой. Потому что описание обладания понятием, оно просто, просто можно назваться, что это вот какой-то сильный вид невообразимости и все. Честно говоря, это выглядит как, не знаю, очень комично, честно говоря. Мне почему-то не кажется, что позиция Эггерна выглядит таким образом, потому что, ну, по-моему, Пикок сейчас сделает это так, ну, как кажется, когда я этот текст читал, у меня возникло ощущение, что Пикок сейчас опять скажет такую штуку, что, а вот давайте я сам себе задам вопрос, является ли моя концепция круговой, а вот, конечно, это на первый взгляд кажется, что да, но на самом деле нет. А когда речь идет про позиции оппонентов, он такой, а вот смотрите, они на самом деле круговые. И сейчас у нас идет все к тому, что вообще, когда мы говорим про вообразимость, это на самом деле какое-то псевдомодальное понятие, и там круг аргументации. И, по-моему, это, ну, я не читал, к чему он отсылается, когда говорит про Блэкберна, но, в общем, у меня такое впечатление возникло, что он будет руинить эту концепцию, как раз таким образом, но мне кажется слишком комичным, чтобы, ну, не то, чтобы я, как-то у меня есть какой-то байс по отношению к экспрессивизму, но почему-то мне кажется, что позиция Блэкберна не такая, но я банально просто в процессе подготовки не успел прочитать то, что Блэкберн эту тему писал. Ну, в общем, вот, исходя из того, как позицию Блэкберна пересказывает пикок, в общем, она такова. Окей, окей. Существуют связи между невообразимостью и необходимостью, и удовлетворительная теория эти связи должна объяснять. Это признает даже человек, который, в общем, экспрессивист, ну, условно говоря, я уже сказал в начале проекта «Ревычок». И пикок говорит, что, в общем-то, он уже говорил, что одним из естественных, но неосуществимых способов установления возможности, которые бы учитывал вот все принципы, на которых он стоит, по типу принципа неограниченной рекомбинации, это просто, в общем, своего рода упражнение в воображении. Но центральная проблема, как ее обозначает пикок для всех людей, которые, в общем, являются приверженцами агентно-зависимой концепции необходимости, она состоит в том, что вот это вот чувство невообразимости, вот это само понятие, про которое мы говорим, о котором мы отсылаем при разговорах о необходимости, ну, например, невообразимость, отрицание, какой-то пропозиции, она достаточно для необходимости, ну, для заявления о том, что это необходимо, что вот у нас есть какое-то невообразимое не П и необходимо П. И для того, чтобы шаг от одного к другому осуществить, пикок считает, что, в общем, у нас здесь есть определенный провал, потому что, как сказать, вот это понятие вообразимости, даже для целей Блэкберна, оно должно означать нечто, ну, более слабое, чем визуализируемое или переживаемое, поскольку вообще не все возможности, они визуализируются или переживаются. Вот это понятие вообразимости, оно должно также означать что-то более сильное, чем просто предполагаемое, в том смысле, что человек просто рассуждает, исходя из набора каких-то предположений. И вот тут пикоку кажется, что, в общем, что тот же принцип модального экстенсионного, который он формулировал, который используется при оценке утверждений о возможностях, он на самом деле применяется при оценке согласованности миров, воображаемых вот в этом вот промежуточном смысле, промежуточном между визуализируемым и переживаемым и предполагаемым. Ну, окей, окей. Он говорит, что мы не можем представить себе такое положение дел, при котором, какой-нибудь там пример, что, в общем, все люди в комнате, они являются представителями какой-то нации, допустим, наверное, англичанин были, и при этом есть другой человек, который находится в комнате, и он не англичанин. Ну, то есть, когда речь идет про противоречия, видимо, что как бы можем представить себе людей в комнате, мы можем их себе визуализировать, людей в комнату, можем себе представить, что, ну, в общем, каким-то образом предположить, что вот нам сообщили все, а не англичане. Ну, говорят, а вот это чел, он в комнате находится, да, ну, вообще-то он не англичанин. И, ну, тут как бы просто проблема в том, что, видимо, мы не можем себе воображать независимые противоречия или что, но это же, как... Не знаю, такое ощущение, что, ну, все примеры, которые... Вот это отсылает, наверное, к примеру, с холостяком, да, что, когда мы говорим, что вот у нас есть какой-то женатый холостяк, это просто противоречие на уровне самих терминов. То есть, у нас здесь контрфактическая ситуация представляется просто противоречивой, а не, в общем, речь идет неправообразимость, представимость, визуализированность или что. Мы до этого просто как бы даже не доходим. Это просто какой-то следующий уровень, до которого нам вообще не нужно добираться, потому что ловим на противоречии в отчетах, которые нам сообщают о людях, которые в комнате находятся. И, в общем, ну, о содержимом комнаты и о виде содержимого этой комнаты, если так можно по отношению к людям выражаться. Причина, по которой это невообразимо, и, как он говорит, что она в том, что истинностная оценка по отношению к вот этому воображаемому миру, содержание предложения «все в комнате англичане», она зависит от того, каким представляются люди в этом самом воображаемом мире. И зависимость эта, она по существу аналогично той, которая излагается в принципе модального экстенсионала. Вот это вот истинностное значение оценки по отношению к воображаемому миру, оно фиксируется просто путем применения к вот этим вот отдельным суждениям истинным в этом мире того же правила, которое применяется к отдельным предположениям истинным в актуальном мире при оценке, в общем, той же самой оценке по отношению к этому самому актуальному миру. Это сформировано в терминах миров, а не в терминах приписываний, ну, через которые Пикок формулирует все свои вышеозначные принципы, но понятно, что мы можем рассматривать миры просто как спецификации, которые этим приписываниям соответствуют. Если у кого-то, в общем, уже есть какое-то неявное, имплицитное понимание принципа модального экстенсионала, и он использует его при оценке модальных утверждений, то, ну, в общем, и не нужно говорить ни про какое воображение в описании того, как он выносит суждения о необходимости. И эта проблема экспрессивистского взгляда на модальность, она похожа, вот он опять проводит аналогии, ну, то есть с тем, что экспрессивизм – это штука, которая пришла из моральной философии, что такая же проблема стоит для экспрессивизма, в общем, в метаэтике. Потому что для экспрессивистских теорий, ну, какой, какая у них стоит проблема в понимании эпикока. Проблема в том, могут ли экспрессивистские теории конкретизировать выраженные отношения в терминах, которые они, ну, в терминах, через которые они стремятся объяснить значение моральных принципов. Ну, в смысле, что мы вот объясняем что-то, что касается морально правильного, морально неправильного, и мы говорим, что это выражение, ну, например, наших эмоций или еще чего-то такого. Ну, в общем, мы объясняем. Мы просто говорим, что, ну, как можно сказать, ну, вот это в каком-то смысле позиция, которая противоположна интуиционизму Мура. То есть Мур говорил, что понятие блага, оно ни к чему не редуцируется, мы не можем его к чему-то свести, а экспрессивисты, наоборот, настаивают на том, что всякий раз, когда мы говорим про что-то моральное, про блага, мы говорим, выражаем что-то иное. Например, мы отсылаем к нашим эмоциям. То есть мы весь моральный дискурс редуцируем к чему-то другому. И, ну, Пико, видимо, считает, что, в общем, экспрессивизм, метаэтический с такой задачей не справляются, потому что, ну, можно выделить какие-то менее конкретные подходы, типа, ну, я не очень понимаю, в чем там состоит аргумент, но он говорит, что, в общем, каким-то образом там связь проводится. Но особенно он не аргументирует, типа, он говорит, что экспрессивистские теории не сравняются, не справляются с этой редукцией. Почему? Я не знаю. Ну, в смысле, почему он так считает, он это не поясняет. Либо я этого не увидел. Если вы, в общем, поняли, почему, по его мнению, они с редукцией не справляются, то, может, об этом можно будет, в конце концов, поговорить потом. В общем, вернемся к необходимости. А не будем, в общем, больше обращаться к метаэтике. Ну, по крайней мере, сейчас непродуктивно, да. Так вот, ментальные состояния, которые, по-видимому, модально не запятны никак в соответствующих отношениях, типа, визуальная воображаемость или воображаемость сенсорная, какая-то вот такая, они не были бы правильным состоянием, выраженным в правильных высказываниях о невозможности. Чтобы получить правильное содержание выраженного отношения, правильный вид невообразимости, нам, по словам Пикока, по-видимому, нужно обратиться к понятию, которое подвержено тем же ограничениям, что и понятие модальности. Как только мыслитель, в общем, он осознает эти ограничения, у нас есть ресурсы, которые необходимы для объяснения понимания необходимости, не упоминая выражения этих самых отношений. То есть, модальные отношения выражаются в модальном дискурсе, но это само по себе может быть приспособлено, ну, с помощью неэкспрессивистских концепций модальных понятий. Это не значит, что мы не используем понятие невообразимости, которое связано с понятием необходимости. Мы используем такое понятие, ну, в общем, достаточно ограниченным образом, и воображение, оно, конечно, может помочь нам установить те случаи, которые касаются возможности. И это согласуется с той позицией, что в определенных областях, ну, например, то, что касается областей рассуждения о пространстве и атрибутских отношений, воображение, оно действительно играет фундаментальную роль. Роль, которая составляет определенный вид мышления вот об этой области, например, пространства. Это, в свою очередь, согласуется с пунктами об объяснительном приоритете принципа модального экстенсионала, что обладание способностью воображать, оно необходимо для принятия и использования принципа ограниченной рекомбинации вот для любой такой области, о которой речь идет. Но, несмотря на то, что у нас есть существенные различия, есть один аспект, в котором взгляды теоретика агентнозависимой необходимости и модального реалиста, они, в общем, стыкуются и противостоят концепции, основанные на принципах, которые пикок отстаивают. Вообще, по самым разным причинам, по словам фикок и теоретик, который теоретик агентнозависимой концепции, модальный реалист, они считают, что удовлетворение принципа возможности может быть на самом фундаментальном институативном уровне тем, что делает эту спецификацию подлинной возможностью. Такого рода теоретик агентнозависимой концепции необходимости по типу Бэкберн, он скажет, что вот в этом в этих институативных принципах у нас должно присутствовать какое-то дополнительное требование, которое относится к воображаемости. А модальный реалист, даже если ему не нужно будет спорить с правильностью принципа возможности, он будет настаивать на том, что подлинная возможность, она фундаментально требует существования чего-то, на чем пропозиция держится. Чего-то такого же рода, чем является актуальным миром, который в свою очередь является индексальным понятием. Человек по типу Бэкберна, он скажет, что если что-то считается истинным путем допустимого, в общем, когда речь идет про допустимые спецификации, то это все, что нам нужно для того, чтобы это было возможно. Больше ничего не требуется. И таким образом, как бы выстраивая диалог с теоретиком агентно-зависимой концепции необходимости, получается, что он в конечном счете соглашается с принципием возможностями. К этому на спиках подводим. Ну и третье, о чем он хочет сказать, в чем заключается проблема такого рода концепции модальности, это в том, что в общем некоторые из аргументов, которые приводились в поддержку такого рода концепции, они обращались к спорным характеристикам расположения границы между подходами, которые зависят от агента, и подходами, которые от агента не зависят. Что я имею в виду? И как говорил, что он не согласен с некоторыми характеристиками агентной зависимости, модальности, которые используют некоторые ее сторонники по типу Крейга. Вот Крейг говорит, что равенство между тем, что он называет когнитивизмом, и нон-когнитивизмом, она проявляется в различных ответах на вопросы. Ну, вопросы, например, такого рода, есть ли способность, с помощью которой мы признаем необходимость, или наше убеждение в необходимости, это просто психологически детерминированное следствие нашего признания фактов какого-то другого типа. И как говорит, что он относится скептически к тому, что это правильный способ развлечения агентно-зависимого взгляда на необходимость и каких-то других. И он скептически относится к тому, что принятие второй из, как Крейгом, альтернатив, предполагает приверженности какой-то агентно-зависимости. Потому что из того факта, что наше убеждение в такого рода потребности является психологически обусловленным следствием признания фактов какого-то другого типа, из этого не следует, что необходимость по выражению Крейга, она нам что-то задана, а не открыта нами самими. Вера, вот, ну, первым, окей, давайте встанемся на убеждении. В общем, например, это касается в... Так вот, если рассматривать какие-то аналоги необходимости, которые, в общем, могут быть подтверждением такого рода агентно-зависимых концепций, не один из тех выводов, которые предлагает, Крейг, они, ну, как считает ты, как просто не следуют из того, что утверждает, потому что объяснение, ну, понимание интеррорезистенциального квантера, в котором у нас упоминается какая-то психологическая детерминация определенных убеждений, которые просто связаны с концепцией вот такого рода оценки такого рода, в общем, квантеров, она может исправить условия истинности для, в общем, предложений, содержащих квантер существования, что делаются вообще разговоры о присвоении, а не открытии такого рода оценок, как считает Пик, просто неуместны. Если объяснение понимания фиксирует вклад в условия истинности для квантера существования, то результирующим условиям истинности для такого рода предложений это те, которые получаются вопросом просто нашего открытия, соответствующих факторов, хотя это не то, что какие-то параллельные случаи. Когда случаи касаются модальности, то в таких случаях, если мыслитель приходит к убеждению, что содержание, содержание, ну, в общем, является необходимым путем применения явного знания принципа модального экстенсионала, то он не делает вот из вот этой явно известной предпосылки, но он опирается на знание чего-то другого и как мы уже выяснили, Пикак считается, что он опирается на знание принципа возможности, потому что в обоих случаях вывод делается на основе первоначальной информации в соответствии с принципом, который упомянут в требовании о понимании. И вот эти виды зависимости, агентозависимости, которые Пикак до этого обсуждал, они, ну, это глобальная теория модальности в целом. Он говорит, что у нас есть и более на самом деле ограниченные утверждения о агентозависимости, и в этом плане он говорит про про Филда и то, что он пишет в реализме тематики модальности. Там уже речь идет про не правообразимость, а про конвенции. Филд там говорит, что мы принимаем в общем принимаем решение о том, является ли у нас истинным какое-то утверждение, которое содержит модальность, просто на основании каких-то наших конвенций. Там идет какой-то очень странный пример с электронами. Грубо говоря, вот такое утверждение просто в силу в общем конвенций оно у нас будет вложенным. Типа есть какой-то возможный мир, который отличается от нашего, он качественно ему идентичен, но в общем просто там один электрон заведен над рукой. Филд говорит, что типа ну эта штука она конвенциональная в общем ложная. Но вопрос о том следует ли вот само вот это предложение из какой-то другой предпосылки Филд говорит, что его ответ он в том, что мы можем говорить в том, что нам нравится, но это просто две альтернативные конвенции для разговора о возможных мирах. и Филд ему не соглашается с ним, потому что есть несколько различных антиконвенциалистских ответов на такого рода точку зрения. И в общем их в целом два. Первый это если мы вот говорим, что окей, есть возможный мир качественно не отличающийся от нашего, но просто один электрон заменен на другой, то у нас есть какая-то концепция трансмировой идентичности какого-то рода индивидов, людей, которые выходят далеко за рамки принципов, которые мы используем при установлении вот этой самой идентичности, когда участвуем в контрафактическом мышлении о реальном мире. И принципы установления идентичности, которые используются в такого рода контрафактических рассуждениях, они включают в себя такую разветвленную концепцию возможных миров, и индивид, который описывается как фигурирующий в одном возможном положении дел, он идентичен какому-то другому индивиду, который описан как в другом возможном положении дел, только если в общем они прослеживаются правильным образом какому-то одному и тому же происхождению. И отрицание такого рода предложения включает в себя приверженность этой самой идентичности, которая не основана на идентичности происхождения. Ну, окей, если существуют какие-то различные миры, в которых два электрона друг на друга заменены на протяжении вот всей истории этих миров, то, по-видимому, у нас есть и другие миры, в которых этот первый электрон он заменяется каким-то третьим. И вообще, если у нас есть к электронов, то у нас есть сколько-к факториал получается качественных неразличимых возможных миров. это еще до того, как мы начнем рассматривать возможные замены конкретных индивидуумов. И Пик говорит, что ему, во всяком случае, кажется сомнительным, что мы действительно знаем, что было бы для одного, а не другого из этого просто огромной массы якобы возможных миров, чтобы считать какой-то из них актуальным. И это, конечно, беспокойство. На него можно ответить тем, что это не такого рода беспокойство о том, знаем ли мы, что находимся в актуальном мире. Можно сказать, что эта линия мысли действительно показывает, что идентичность индивидов между возможными состояниями, вещей между возможными положениями дел, она определяется тем, сохраняется ли или не сохраняется в том случае, когда возможные миры у них есть какой-то общий сегмент их в общем общий сегмент истории. Можно заключить идентичность утверждения в различных мирах без такого общего начального сегмента, но почему мы их классифицируем именно как ложные, а не как неистинные, не ложные, хотя Пик склоняется к тому, что да, он согласен с тем, что вы классифицируете как ложные. Но если настаивать на позиции, что они неистинные и не ложные, то эта позиция все равно не является конвенционалисткой. Если есть какие-то случаи неопределенности, то Пик говорит, что мы должны следовать стратегии, которую сам Филд в другом месте рекомендует. То есть модальные утверждения должны считаться истинными в том случае, когда они выходят за ее пределы при любом приемлемом способе разрешения таких неопределенных случаев. Но случаев неопределенных смысле не являющихся неистинными и не ложными. Но как бы говорит Пикок, что все равно если мы продолжаем линию аргументации Филда, мы от конвенционализма в любом случае уходим. И поэтому в общем Пикок и такую точку зрения отметает. Да, следующее это то, что касается так называемых нервид-гештанианских вызовов. как ну как водится по крайней мере у меня, когда дело касается Вильгенштейна и даже каких-то его интерпретаций. В общем, ну то есть если сейчас у меня были какие-то вопросы, да, какое-то непонимание по отношению к тому, что Пикок делает, ну не полностью, конечно, были просто какие-то отдельные моменты, то когда речь доходит про Вильгенштейна, что-то все как-то становится еще более непонятно. Но дай бог в общем станет понятным. Что тут вообще имеется в виду? Он говорит про книжку Криспина Райта Киштейна об основаниях математики. Я когда-то читал в общем то, что сам Киштейн писал про основания математики от Криспина Райта не читал. Возможно в общем из-за этого у меня возникла какая-то проблема в понимании того, что здесь пишется. Ну в общем вот Криспин Райт он в этой книге по словам Пикока он обсуждает в общем понятие необходимости и развивает важные проблемы для тех кто отрицает что утверждение о необходимости они являются агентно-зависимыми. Первый из вызов Райта он опирается на аргументы Вильгенштейна о следовании правилу. Ну на то как их сам Райт видимо прочитывает. А второй вызов это тот который в общем можно просто придерживаться без принятия аргументов о следовании правилу. Райт говорит что вообще было какое-то разрушительное влияние Девит Вильгенштейна о следовании правил на конкурирующую концепцию которую сам Райт описывает таким образом что если мы хотим описать себя как как те кто в общем размышляет о содержании приложений и тем самым тем самым мы при этом приходим к пониманию того что это приложение не может быть истинным когда мы в общем таким образом рассуждаем необходимость она в общем проливает цвет на понимание этого дела даже если не объясняется в терминах предпосылок или последствий и мы конечно хотим ее приписывать способность рефлексивно это все дело воспринимать но но то ли нет то ли да в общем ладно не очень непонятно что здесь может быть сказано просто в общем окей признаем что было какое-то разрушительное влияние но не можем мы понимание описывать в терминах предпосылок посредствий как бы у меня это вопрос типа и что но окей допустим это какое-то действительно сильное возражение просто я его не понимаю такого рода описание как говорит Пик оно охватывает несколько антиконвенционалистских взглядов но оно применимо к точке зрения которую он сам развивает в общем каким образом оно применимо причина ну Райт говорит что взгляды Витгенштейна они оказывают разрушительное воздействие потому что согласно самому Витгенштейну насколько бы искренним мы не делали заявление о том что мы должным образом прислушиваемся к ситуации в которой у нас речь идет про необходимость вообще нет смысла проводить различия между фактом что ну как сказать насколько правильно мы используем это самое выражение ну типа как сказать объективность какого-либо предполагаемого факта требует чтобы факты не состояли в том что у человека есть определенные впечатления о них что есть что-то что мое впечатление это просто впечатление вот что касается взгляда который Райт Витгенштейн приписывает то у нас нет никаких фактов фактов того что субъект понимает выражение такого рода которое необходимо например для нашей теории необходимости которая в какой-то момент определяет к тому как эти выражения понимаются тут нужно отметить что если бы эти соображения были обоснованы то они в равной степени их можно было бы применять к любой соответствующей теории априорности с точки зрения того что ну самки как представляет соответствие употребления соответствующего рода концепции самим мыслителем того как он ее понимает не состоит в том что у мыслителя складывается впечатление что оно соответствует именно таким образом она заключается в употреблении которое находится в соответствии с условием владения понятием которое с помощью этого слова выражается ну типа если слово не ассоциируется в языке а с понятием а только у нас есть только в общем референции то правильность употребления она может включать в себя только более слабое условие чем то что мы используем слово надлежащим образом которое в сочи опирается на знание о том что определенное значение у него все-таки есть и в тех случаях когда у нас есть хорошее достаточно хорошее философское понимание понятие которое мы рассматриваем мы можем фактически указать что это за условия обладания и основной критерий объективности ну по мнению пикока он основан на том каким образом это выражение понимается и он при этом говорит что важно отметить что вот эта базовая объективность она согласуется с ограниченным смыслом в котором в любой теории понятий которые отвечают двум условиям которые он до этого оговаривает условиям того типа что что кажется мыслителю правильным то и будет правильным какие здесь нужны условия чтобы это выполнялось первое условие оно состоит в том что мы описываем владение данным понятием и при описании владения мы упоминаем то что мыслитель считает убедителем оценивать определенных обстоятельствах второе условие состоит в том что отчет о владении он будет иметь последствия того что суждения которые выносятся в соответствии с этим условием владения они являются истинами и у этих двух условий у них есть последствия например если кто-то владеет понятием и применяет его в обстоятельствах которые с этим условием владения согласуются то он обязан применить его если то есть если он применяет его таким образом то он обязан согласиться с тем что это применение оно правильно и в этом отношении то что кажется ему правильным оно действительно будет правильно И при этом это согласуется с существованием вот такой требуемой минимальной объективности для представления о том, как это выражение понимается. В чем заключается неправильное понимание? Неправильное понимание того, что оно является не столь последовательным, оно может быть просто результатом того, что мы упустили какое-то соответствующее условие обладания понятием. В общем, просто не включили его туда, куда нужно было в соответствии с этим критерием. Если не включать именно таким образом реакции мыслителя, агента, то возникает просто разрыв между, с одной стороны, фактами о готовности агента применять понятия в различных обстоятельствах и тем, в чем якобы состоит самопонимание. Поддерживать теорию, которая постулирует такого рода пробел, это значит поддерживать такое новое генштейновское объяснение, понимание и не принимать во внимание то, что является наилучшим в соображениях, которое этим правилам следует. Но если мы все-таки включаем реакцию агента в условии обладания концепцией, то у нас есть в соответствии с некоторыми генштейновскими прозрениями просто необходимые ресурсы для объяснения того, как способ понимания выражения может способствовать фиксации статуса содержания. И это вторая проблема, которую Райт ставит. Это как раз то, что называется аргумент от осторожного человека. Вот человек, который смотрит на какие-то шаги доказательства, он убежден, что вроде как все эти шаги правильные, он принимает во внимание то, что ему действительно не ясно, и каким образом он приходит к пересмотру вот этой оценки, признает, что есть все основания полагать, что всякий раз, когда доказательства у нас воспроизводятся удовлетворительным образом, это приводит к такому же роду результату. Но, в общем, он предельно осторожен в том, чтобы каждые эти шаги прослеживать, но вот каким образом он эту оценку может пересмотреть, если это не будет, видимо, как, чем-то вроде, учитывая, что он все вот это понимает все еще правильно, и, видимо, ошибки, которые туда могут вкрасться, они могут быть только какими-то идиосинкразическими, но не обусловленными именно непониманием, если так можно выразиться. Вот Райт говорит, что позиция осторожного человека, она не предполагает какого-либо непонимания или неправильного понимания обстоятельств. В общем, ничто не отличает этого осторожного человека от того, кто просто не участвует в соглашении о размещении вот этого оператора необходимости перед утверждением, для которого у нас есть определенные основания. Осторожный человек в терминологии Райта – это не тот, кто считает, что не существует понятной концепции необходимости. Такого человека нужно было бы описывать, ну, в общем, как-то другого. Конвенциалист, который предлагает пример осторожного человека, он стремится думать, что существует понятное понятие необходимости, о котором он, которым, с помощью, как бы, пониманию которого, нет, еще раз. Если у нас есть какой-то конвенционалист, который говорит, что вот у нас есть осторожный человек, то он стремится думать, что у нас как раз есть конвенционалистское описание, а не нет никакого понятного. Согласованность примера осторожного человека, ну, по импикоку, когда мы говорим про какую-то концепцию необходимости, которую он признает, на которую утверждение необходимости является подлинным, ну, в смысле, констатирующим факты утверждения. Райт говорит, что критерием того, чтобы что-то было подлинным утверждением фактов, чем-то правильность, чего подлежит открытию, это конвенция, это то, что лингвистическое сообщество признает условия, соответствующие согласия с ним, такого рода, что чье-то искреннее неживание согласится с ним, когда эти условия достигаются, и он в состоянии оценить как можно больше и при этом будет указывать, что это либо непонимание, либо это неправильное понимание характера обстоятельств. То есть, райт фактически два тезиса вы здесь выдвигает. Первое, это что осторожный человек, он всегда во своих взглядах последователен, и второе, что если пример заявления о необходимости, это не дискурс констатации фактов. Ну, значит, можно с этим не соглашаться, можно попробовать не согласиться с тем, является ли осторожный человек последователем. Что этот самый осторожный человек может сказать о принципе модального экстенсионала, если мы ему этот принцип предоставляем. Он, возможно, может сказать, что это просто ложный принцип. И у него есть какое-то альтернативное объяснение того, как содержание должно оцениваться по отношению к каким-то альтернативным возможным обстоятельствам. Он говорит, что он не знает, какая может быть эта альтернатива. И пистемиологическая возможность того, что у нас существует альтернатива, она, как считает Пикок, не должна быть достигнута. Ошибочность – это какое-то проникающее, видимо, состояние. Но вот эта вот эпистемиологическая возможность для осторожного человека, она, как считает Пикок, не достаётся для того, чтобы поддерживать конвенционализм. Если такая эпистемиологическая возможность была всем, что включает в себя и позицию Райта, и при этом не была бы правдоподобной, то вот в чём она была бы истиной? Она должна была бы истинной в том, что такого рода человек, он должен пониматься как означающий такого рода реальную последовательность, а не только просто эпидемическую возможность её возникновения. То, что эпистемически возможно, ну в том смысле, о котором мы здесь об этом говорим, оно зависит от нашего состояния знания. А то, что является дискурсом констатации фактов, оно не может зависеть от нашего уровня знания. Ну, предположим, что, окей, у осторожного человека нет никакой альтернативы принципу модального экстенсионала. В этом случае, ну, должно быть сомнительно, является ли его отношение последовательным. При условии понимания, которое вот он пытался сделать правдоподобным для необходимости, суждение мыслителя такого рода, которое связано с необходимостью, они соответствуют принципу модального экстенсионала. И осторожный человек, он отказывается перейти, например, от существования прямого доказательства в пропорциональном числении какого-то немодального высказывания к выводу о том, что, в общем, ну, мы доказали какую-то формулу и нужно перейти к тому, что мы просто ставим передние операторы необходимости. Но такого доказательства предполагает, что мы исходим из сложностей, которые вот вызванными индексальными или какими-то операторами фактичности. Их достаточно для того, чтобы установить следующее. Учитывая семантические значения, которые мы присваиваем в актуальном мире логическим константам, которые в этой формуле содержатся, какими бы ни были истинные значения атомарных составляющих этой формулы, они будут истинны в актуальном мире. Исходя из принципа модального экстенсионала, эта формула будет истинным в отношении вот такого любого возможного обстоятельства. И получается, что если принцип модального экстенсионала верен, то отношение осторожного человека, оно просто не будет последователем. И в итоге, видимо, это неосторожный человек. Следует при этом сказать, что при аргументации такого рода нам не нужно использовать модальные понятия для объяснения того, что делает что-то доказательством. Потому что, в общем, ну, окей, просто не нужно и все. Думаю, это довольно понятно. Нам еще не нужно соваться на предпосылку о том, что при построении доказательства в соответствии с определенными общими принципами вот эта последняя строка в этом доказательстве, она будет иметь какую-то определенную форму. Это правда, что вот это следствие фундаментального объяснения того, что значит быть доказательством, а не чем-то примитивно записанным в понятии доказательства. Вообще все, что требуется для развития этих пунктов об осторожном человеке, это то, что последовательность предложения на самом деле соответствует немодальным принципам, которые дают достаточную усвою для того, чтобы вот эта вот последовательность строк, она являлась доказательством. С той точки зрения, которую сам пикер защищает, утверждения о необходимости, они соответствуют критерию Райта как просто констатация фактов. Но при этом остается верным и то, что было бы привлеченным описанием позиции пикера. То, что было бы сказать, что она постулирует или привержена существованию вот этой чувствительной необходимости способности. Если эти взгляды, которые он защищает, они верны, то выполнение классом утверждения критерия Райта как констатации фактов, как говорит сам пикер, оно недостаточно для мотивации постулирования способности, которая с помощью некоторого причинного механизма обнаруживает истинность или ложность утверждений вот в этом классе. Вот кажется, что критерий Райта может быть выполнен, по крайней мере, ну, двумя способами. Первый способ – это когда рассматриваемое предложение состоит из того, что мы, в общем, приписываем какие-то свойства ему. И в такого рода случаях, когда два человека расходятся в мнениях о том, следует ли принимать предложение, то вот, по крайней мере, один из них либо неправильно понимает предложение, либо у него какая-то просто дефектная способность обнаруживать это рассматриваемое свойство. Или он ошибается в том, что его способность неправильно функционирует. Ну, просто он такой, не соглашается это дело признавать. И как говорит, что критерий Райта, он выполняется во втором случае, в котором условия для понимания основного оператора, рассматриваемое предложение, упоминает его роль в выводе, явном или неявном. А вот что касается трактовки понятий необходимости, которые сам Пикак отстаивает, то это понятие, оно как раз классифицируется вот как второго рода случаи. И когда у нас опять есть этот теоретик агентной зависимости, его трактовка направлена на постулирование способности, причины чувствительной к наличию вот этой выраженной концепции. Только в том случае, если этот теоретик берет на себя какое-то дополнительное обязательство об условии обладания концепцией, которые требуют, чтобы ее владелец был способен причинно, ну, под влиянием этого свойства, к которому он сам относится, это фиксировать. Это условие, оно не удовлетворяется ни нынешней трактовкой необходимости, ни какой-либо другой правдоподобной трактовкой логических константов или каких-либо других понятий, которые вот индивидуализированы с точки зрения их роли в том или ином виде вывода. И в поздней статье, ну, по словам Пика Крайц сомневается в согласованности вот этих принципов в том, что осторожный человек, он последователен. То, что правильное применение правил вывода имеет только один результат, это, по его словам, это системологически примитивная черта понятия. Он там, как говорит Пика, говорит о том, что эпистемология необходимости того, что применение данного правила вывода с определенными предпосылками имел бы тот результат, который он сам имеет, и он при этом являлся конкурически и конвенционально. Трудности заключаются в таком понимании. Но настоящая трактовка, которую предлагает трактовка априорности, например, при этом которая не является конвенционалисткой, он говорит, что, видимо, она наилучшая, потому что осторожный человек, видимо, является непоследовательным в таком виде, в котором его сам Райд рисует. Пика говорит, что хоть может существовать какая-то позиция, которая, может быть, сочетала какое-то конвенционалистское понимание априорности и какой-то адаптации принципа модального экстенсионала, но, в общем, он считает, что как только мы просто смотрим на те способы, которыми сам Пика предлагает нам мыслить о необходимости и возможности, и вообще сама необходимость, уж извините за эту автологию, в конвенционализме просто отпадает. Вот. Ну и, как говорит, что... Вроде все. То есть он свою задачу выполнил, что разработал тот инструмент, инструментарий для того, чтобы говорить о необходимости и возможности правильным образом. Но вот есть еще. Как это, в общем, можно продолжать, короче. Что оставлено читателю в качестве упражнения? Это моделистская трактовка, то, что касается математики и каких-то других областей абстрактных объектов. Ну, потому что, вот, как говорит Пикок, моделистская трактовка этих областей, она как раз очень часто наталкивалась на группу возражений против того, что метафизика и эпистемология необходимости, они не ясны, что на самом деле у нас нету подлинного понятия необходимости, вот, например, в отличие от логических истин. Ну и второе, это моделистская трактовка в том, что касается, в том, что касается, видимо, возможности необходимости, понятых в этическом ключе, ну и шире просто всякие штуки, которые связаны с нормативностью. Вот, как-то так. Это все. Спасибо большое, Арсен. Пожалуйста, какие будут вопросы? Ну, вот у меня у самого вопрос. Те из вас, кто знакомы с тем, что писал, например, Blackbird, там действительно, ну, кажется, настолько карикатурная позиция или я что-то не понял в том, как и как это объясняет? Ну, пожалуйста, кто желает ответить? Ну, пока возникла заменка с Blackbird, я бы хотел назвать тот вопрос, который меня больше всего шокировал в докладе Арсена. Правильно ли для агента полагать, что он находится в актуальном мире? Вот это меня больше всего шокировало. Арсен, не могли бы вы пояснить, что это значит? Наверное, тут, то есть, пикок не разъясняет, как экспрессивисты растолковывают, вот, что вообще значит говорить про наш актуальный мир. Тут, видимо, имеется в виду, что, ну, в случае, когда мы говорим про модальных реалистов, у нас все достаточно понятно. Актуальный мир — это просто, это индексальное понятие, это тот мир, в котором мы находимся. А тут, видимо, пикок задает, как бы, экспрессивистам такого рода вопрос. Окей, а как вы разъясняете понятие актуальности? Вот, типа, вы можете сказать, что, типа, когда вы говорите про возможность, вы говорите про вообразимость, говорите про конвенцию, про что-то еще. А что значит, когда вы говорите про актуальность? И, типа, вот это вот утверждение, что люди, которые придерживаются агентно-зависимой концепции, необходимости, откуда они знают, что они находятся в актуальном мире, согласен, это вопрос, ну, типа, какого-то, он, ну, звучит так, чтобы вызывать беспокойство, но какой-то, типа, слишком тривиальный, уж, наверное, экспрессивист, и они как-то на этот вопрос отвечают, и он для них вообще таким боком не стоит. Так что, ну, не то, чтобы я это трудностью какой-то считал, наверное, у них есть ответ на этот вопрос, и самопостановка просто какая-то странная. Хорошо. Вот одна аниматия, что это? Да, я, вот, к сожалению, у меня пропала связь как раз в этот момент, когда шел разговор про экспрессивистов, поэтому я, может быть, что-то важное упустила, но у меня создается впечатление, что, вообще говоря, критика экспрессивизма, она справедлива только до тех пор, пока мы предполагаем, что речь идет о той же самой модальности, о которой говорит Пикок. То есть, мы можем вполне спокойно, как мне кажется, предположить существование нескольких разных понятий возможностей, которые просто амалимичны. И сказать, что вот Пикок говорит об одной из них, а экспрессивисты о другой. И это имеет смысл, потому что действительно многие наши разговоры с терминами возможно, невозможно и так далее, они строго говоря касаются не метафизической возможности, а именно вот такой вот возможности, исходя из наших субъективных представлений о мире. И эту возможность можно было бы формализовать, и это было бы не менее интересной и осмысленной задачей. Ну, видимо, именно этим экспрессивисты занимаются. Тоже так кажется. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще какие вопросы? Ну, вот у меня частный вопрос к Арсену достаточно, хотя от него многое, наверное, зависит. Мыслимость и вообразимость это одно и то же или не одно и то же? Как они толкуются в тексте? Мыслимость? Мыслимость, вообразимость. А, я просто вообще не помню, что там что речь про мыслимость. По промыкну? Ну, говорилось о том, что нечто там мыслимо и так далее. Вроде говорилось. Там слово немыслимо было точно. немыслимо. Ну, может, я немножко ошибся. А в какой главе? Где-то в первой половине о мыслимости говорилось, а потом более регулярно стала употребляться вообразимость. Ну, вот вообразимость она пошла уже, когда Пик говорил про экспрессивистов. До этого этого понятия не было. Он, видимо, очевидным образом как-то разводит между собой. Если я правильно помню, там речь шла о том, что в тех случаях, когда какие-то значит... Ты промысленность говоришь как консервабилити? Да. То есть там, если я опять же правильно помню, там речь шла о том, что один из аргументов против экспрессивизма состоял в том, что если какое-то положение дел представляется нам вовсе немыслимым, то это не от того, что мы не можем его вообразить, а из-за того, что там какие-то концептуальные неувязки. И что это не имеет отношения к когнитивным состояниям субъекта, а сугубо к нашему понятийному аппарату. Да, эти понятия можно и разводить, а можно не разводить, и от этого будет немножко по-разному мыслимость и вообразимость. Например, Канта обычно переводят как немыслимость, нечто, то, что является то, противоположное, чему немыслимо, рассматривается как невозможное. А в других местах то, что противоречит, то, что нарушает закон запрещения противоречия, считается невозможным. И то, и другое у Канта как бы фигурирует. Переводят обычно немыслимо, хотя может быть это дело в переводчиках, может быть Кант что-то о воображении пытался сказать, я не знаю. Но во всяком случае о воображении у Канта не написано ни одного параграфа. Может и так. Вот у меня еще есть комментарий по поводу вот этого фрагмента. о соотношении экспрессивистской этой агентно-зависимой концепции возможности и подхода основанного на принципах, которые в конечном счете основаны на понятиях. вот если вспомнить то, что опять же мы читали у Джега про диалетистов, у него же есть как бы рассуждение о том, как же так вот диалетисты, как же они мыслят как возможное явное противоречие. И в конце концов он не находит ничего лучше, как сказать, что они видимо просто в другом смысле используют понятие отрицание. И вот получается, что если бы если бы Пикер столкнулся с чем-то, с какими-то явными расхождениями в тех модальных оценках, которые дает экспрессивистская концепция и тех оценках, которые дает его собственная концепция, получается, что ему бы тоже пришлось сказать, что, ну, ребят, наверное, у них просто какие-то другие понятия, другой язык, хотя они нам об этом прямо и не сказали. Правильно я понимаю? Мне кажется, правильно. У меня еще такой вот вопрос. Можно ли... Я понял, да, сейчас, извините, я перебью, я inconsивабилити в своем повествовании использовал как непредставимость, поэтому я удивился, когда рассказали про мыслимость. Ну, все, я понял, о чем речь. Спасибо. В отношении Витгенштейна, хотя я понимаю, там может быть достаточно запутанно, но интересует вот такой вопрос. Можно ли сказать, что Витгенштейн последовательный критик, противник агентного подхода или агентных подходов, или нельзя? Я так понимаю, что, ну, то, если, если судить про Витгенштейна в том, что мы опираемся на пересказ пикоком пересказа Криспина Райта, то вот Криспин Райт, он говорит, что, дескать, Витгенштейн как раз против тех людей, которые пытаются отстоять точку зрения, что разговор о необходимости может быть не агентнозависимым. То есть, как бы, из этого не следует, что, типа, Витгенштейн сразу говорит о том, что, типа, нет, она агентнозависима, по крайней мере, он рисует определенные вызовы для людей, которые хотят сказать, нет, 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 она не агентнозависима. Вот, я так вот нас понял. То есть, ну, видимо, имеется в виду поздний Витгенштейн, ранний вряд ли так можно толковать. Витгенштейн периода оснований математики своих лекций в основании математики это как посетить средний. Вот это надо уточнять. Но я как-то не могу себе вообразить, чтобы ранний Витгенштейн придерживался агентного подхода. Для меня все рушится тогда. Я тогда ничего не понимаю. Вот. Но мне кажется, что и поздний он также, в общем-то, невыносим к агентному подходу. То есть, он и референцию толкует вовсе антиагентным способом и вот его размышления о цветах и прочее, они вроде бы говорят о том, что он враг агентного подхода. Но не знаю, может я ошибаюсь. Я боюсь, что Либо уверенно про Витгенштейна говорить в этом ключе, не смотря на то, что я что-то даже читал. Ну да, сложный, конечно, для интерпретации мыслитель. Пожалуйста, еще какие вопросы? У меня есть не вопрос, а тоже как бы комментарий такой несколько в сторону. Интересно, что ни разу за всю главу разговор как-то всерьез не заходил о модальных высказываниях в отношении гигиеничных объектов. Ну то есть я не считаю, что это какая-то прям проблема конкретно для этого подхода, но было бы просто интересно узнать, что Пикок об этом думает и как его подход применялся в этом случае. Я то есть как бы тоже могу сказать, что да, интересно, но вот за Пикок как-то реконструировать это, не знаю. Окей. Какой-то как дальнейший вопрос, который оставлен читателю в качестве упражнения, да, занятно. Можно этим подумать. Я вот посмотрела оглавление, дальше там тоже нету как бы там ни про сингулярную референцию, ни... Нет, там дальше нету, я вам как раз и говорю, оставлен читателю в качестве упражнения. Ну, серьезное, надо сказать, упражнение. Напишите в качестве упражнения это трактат о модальностях в области математики там или еще что-нибудь. Хорошая разминка, да, конечно. Пожалуйста, еще вопросы. Ну вот, если вопросов нет, соображения. если позволите, я поделюсь некоторыми. Вот, почему-то у меня кант всплывал, да, кант, как интерпретировать кант с точки зрения агентного подхода. Мне кажется, сложно на этот вопрос ответить. То есть, если мы берем агентный подход, считая, что агент это у нас какой-то индивид, то это явно не годится. Но если мы считаем агента человечества или индивид, как выражение, как представитель человечества, то тогда вроде бы годится. И вот я поэтому немножечко в растерянности. И также, когда аргументация канта критикуется сначала Айером, потом Куайном, вот определение априорного, например, иногда кант ссылается к мыслимости, а может быть к вообразимости, может у нас кривые переводы, хотя он воображение ни одного параграфа не написал. И когда Кант пытается как настоящий школьный учитель определять через закон запрещения противоречия, это как-то плохо между собой контактирует, немыслимо или не соблюдается закон запрещения противоречия, вещи очень разные. Ну, а еще лучше, если Канта неправильно перевели, надо читать невообразимо, тогда вообще получается вопрос, можно сказать, совсем по теме получается. может быть, по позиции Канта как раз представляет из себя некоторую двойственность этих спорящих оснований. С одной стороны агентный подход, с другой стороны какая-то классическая логика на логическом всевидении замешанная вот и Айр и Куайн они безусловно стопроцентные классики таких таких вот агентных отступлений типа ссылки на человечество, что якобы у человечества могут быть свои теории, а у каких-то других там марсиан свои теории не признают ни Айр ни Куайн такое соображение вот ну и еще почему-то всплывают забытые хинтика ведь если мы берем агент на заведенный подход и говорим о том, что нечто является возможным для агента то мы напрямую имеем дело с невозможными возможными мирами можно сказать это определение невозможных возможных миров по хинтике но почему он не всплывает мне непонятно ну у него уже весьма ограниченное понимание этих вот невозможных возможных миров то есть он невозможности допускает только в плане ограничения квантификационной глубины а там прямые нарушения логики например это не такие агенты которых мы можем встретить выйдя на улицу хинтики это все равно очень сильно идеализированные агенты которые больше напоминают ну просто какие-то компьютеры с определенным образом с определенным уровнем ресурсов так скажем вычислительных и если бы мы знали каков этот уровень то есть каково ограничение мы бы смогли всегда с точки зрения третьего лица вычислить что для этого агента является возможным а что невозможно это уже не очень это не похоже на субъекта это скорее какой-то специфический объект ну вот я немножечко не соглашусь я например убежден что я компьютер и в то же время я убежден что невозможно вычислить то что то как я произвожу заключение невозможно вычислить может быть по разным причинам ну допустим для бесконечного интеллекта может быть и возможно для человеческого разума допустим это я считаю не будет возможно хотя я уверен что я компьютер лучше сказать конечно машина тюринга ну или сказать конечный автомат или сказать конечный вероятностный автомат может быть это еще лучше чем машина тюринга я не знаю как это лучше выразить но я не считаю что имитировать меня конечный вероятностный автомат или машина тюринга в принципе не смогут я считаю это ложно что не смогут ну собственно я говорила только о том что конкретно у хинтики субъективизма нет а о том у кого его нет еще и вообще нужен ли он нам я не говорила хорошо спасибо пожалуйста еще какие вопросы ну если вопросов нет тогда еще раз хочется поблагодарить Арсена он нас уже несколько недель радует интересными сообщениями докладами пожалуйста Арсен вы хотели что-то сказать спасибо всем за внимание надеюсь это было интересно было интересно в всяком случае большое спасибо да ну и тогда сегодня прощаемся надеюсь нас дальше Ольга порадует да ладно всем всего доброго до свидания да всем спасибо до свидания до свидания не